друзья привет у нас рубрика что покупают вам очень нравятся эти видео потому что в них мы рассказываем что каждый день покупают наши клиенты в какие города уходят эти машины сколько они стоят каких годов почему их покупают какие плюсы минусы у тех либо иных моделей вот в общем полезный видосик коротенький небольшой поэтому предлагаю вам ознакомиться примерно у нас сегодня будет 18 машин который каждый день мы делаем ставим ставки на аукционе каждый эти машины приплывают на кораблях таможица и уходят на автовозы в разные города нашей большой страны и кстати говоря это очень интересно многие люди думают что о в москву или а в какую-нибудь казани не буду брать гибрида потому что я его не смогу там обслуживать сейчас вы посмотрите в какие города уходят очень технологичные машины и люди не боятся того что они не смогут их там обслуживать все они смогут первый у нас будет красавчик вот такой-то honda step wagon rp это у нас гибрид 2 литра это аккорд в кузове минивена у нас внизу будет ссылочка на обзор это крутейший минивен они подороже стоят чем voxie примерно наверное на 500 600 700 тысяч рублей и этот минивен вот именно такого калибра между какими-то там toyota sienta honda freed и такими большими как альфард вот вот эта прослойка voxie нох esquire step wagon мое сердечко принадлежит этой тачке honda step wagon уходит в город красноярс 2018 год бюджет 2 250 передвигаемся тоже к минивену но крупного калибра это у нас 20 will fire вы посмотрите у него бампер нештатный как сразу же меняется внешний вид очень крутая машина 20 кузова до сих пор актуальны их покупают конечно же все покупатели 20 альфардов и волфаров конечно же мечтают купить 30 кузов потому что 30 к просто вообще любовь и в салоне и внешне но когда у тебя бюджета не хватает купить двадцатку и поездить него два подкопить на тридцатку нормальная практика и люди которые покупали 20 кузова потом возвращаются и покупают себе 30 то есть им очень нравится подобный калибр минивэнов потому что это все-таки это toyota land cruiser в кузове минивэн очень комфортные машины тоже у нас куча обзоров на вот эти автомобили ссылочки будет внизу так смотрите у нас этот волфайр что интересно а и н.х. 20 кузов то есть у него нету гибрида у него просто 2 и 4 2 z вариатор передний привод не гибрид и он у нас поедет в город благовещенств не так далеко 2014 год бюджет миллион семьсот тридцать говоря сейчас это нормальный бюджет вообще самый старт за подобные модели наверное сейчас но миллион пятьсот то есть ниже полтора не купишь эти автомобили я помню времена когда 20 кузова альфардов и волфаров заходили от миллиона 150 вот было время так смотрите тут у нас еще один степ веган но это уже не rp5 это у нас какой-то простенький rp1 это полторашка turbo 150 лошадей передний привод у нас комплектация не спада ведь у него нету не спойлера у него там обычная фара решетка но то есть те кто постоянно имеет дело с этими автомобилями видит их то есть сразу же определяя что это самая там визуально простая версия то honda степ веган rp1 поедет в город краснодар 2016 год бюджет миллион двести пятьдесят нормальный тоже бюджет вообще под старт этих автомобилей где-то сейчас миллион пятьдесят миллион семьдесят есть варианты ниже миллиона но будьте готовы к пробегу ближе к 200 вот и все-таки еще по этим автомобилям нету нормального большого опыта эксплуатации сколько же живет полутора литровый турбовой мотор который стоит в этих автомобилях белый лиф это у нас а за и 0 на светлом салоне что редкость для него электричка поэт в город красноярск то есть красноярск довольно таки холодный город 2014 года бюджет 540 тысяч рублей мы не знаем количество делений я думаю наверное за 540 тысяч ты купишь ну 9 10 делений ты купишь то есть тебе будет хватать летом можно проезжать это 140 150 километров если ты научишься на нем ездить там просто немножечко надо газом уметь работать так далее в общем нормальный вариант в городе если есть розетка будешь заряжаться и проезжать свою добрую сотню и больше еще один лифт такой же белый азик это же на светлом салоне хотя эти машины в 80 процентах идут на темном салоне поедет в город казань то есть почти москва 2014 года бюджет три пятерочки пятьсот пятьдесят пять тысяч рублей идет на запад вот почему их покупают на европейскую часть где как бы люди думают что с автомобилями сложными как они думают что лифа это сложная машина хотя это как обычный гироскутер то есть там есть электромотор есть батарейка есть трансмиссия на ступень 4 тут ломаться нечем почему они покупают потому что она простая еще раз говорю это гироскутер на четырех колесах и все лифы уходят по всей стране в якутию в краснодарский край в москву в питер вообще вот у этой машины очень широкая география то есть кто-то еще подумает да взять ему допустим вот тот же самый not your power потому что здесь уже есть бензиновый мотор то есть люди уже такие как бы все равно они думают если из того в моем городе который сможет обслуживать эту машину по лифам у вас любой механик с головой и с прямыми руками вы будете обслуживать менять какие-то там жидкости антифриз жидкость редукторе и все масло там нету так и у нас тут я говорю это уголок nissana у нас целая грядка тут и power это просто бестселлер в сегменте гибридных хэтчбеков aqua honda fit gp 5 и not your power город сарата 2016 года бюджет 865 тысяч рублей серенький да смотрите и тут же вот такой вот оранжевый цвет мне очень нравятся вообще подобные цветовые решения от nissana классно то что японцы сейчас в сегменте небольших автомобилей кикары и маленькие хэтчбеки они экспериментируют с цветами и делают яркие автомобили которые привлекают себе внимание и классно что наконец-таки люди начинают покупать не просто белые черные серые автомобили а берут какой-нибудь розовый голубой синий вот такой оранжевый очень много красных машин кстати говоря сейчас покупают в общем люди перестали бояться ярких машин класс этот nissan not едет в город краснодар бюджет 920 тысяч рублей 2016 года так ну что а это у нас темно-серый 1 и 2 гибрид одноступенчатый редуктор 80 киловатт эта тачка едет быстрее чем aqua fit и там бензиновые дизельные дэми вообще в общем тоже у нас очень много отснято контента тачка вообще просто крутая по всем фронтам она надежная у нее расход 5 литров у нее большой салон и высокая крыша в общем просто любовь город санкт-петербург а какая география увидите вообще вообще разнообразная 785 тысяч то есть он самый дешевый из этой тройцы 2016 года так ребята идем на другую часть стоянки ну как идем перелази штаны не порвал уже победа пошли ребята а здесь у нас красавчик леворка напоминает а турбовой универсал от subaru и он конкурирует с такими бестселлерами по продажам сегменте универсалов как филдер 160 кузов это и гибридные там они просто на бензине 4 воды и конкурирует шатлом вот этот turbo красавчик на третьем месте город краснояр с 2014 года бюджет миллион 260 16 мотор полный привод 170 сил turbo все спорят хватает или нет я говорю хватает ему этого мотора идем далее ребята аккорды cr6 до сих пор актуальны их покупают потому что у них минимальное отличие с сер седьмым это который уже нового поколения аккорд в общем машина вообще мы столько наснимали контента в 2019 2020 году прям родные мне автомобили и если вы хотите себе взять что-то интересное до полутора миллионов это будет седан обязательно обратить внимание тоже очень много обзоров все будет внизу так смотрите это у нас 2014 года cr6 гибрид 2 литра будет кататься владивостоке бюджет миллион четыреста восемь сейчас поменяем ему масла фильтра сделаем тошку и владелец его заберет и будет кайфовать солнечном владивостоке так ребят давайте пройдем немножко вглубь и тут у нас стоит такой красавчик филдер на клыках гибридные нкс 165 у нас он поезд город хабар 2013 года бюджет 825 тысяч рублей красивый трехслойный перламутр обвес колеса он такой хорошая эта комплектация либо vxb либо аэро tower это у нас vxb это определенная версия где у них вот под карбон сделан пластик в салоне у нас тоже есть обзоры все внизу смотрите вообще на филдеры бюджет сейчас где-то 730 самый старт на 165 кузов это гибрид если хотите что-то там цвет пробег поменьше комплектацию vxb либо аэро tower то это 800 плюс вот как вот этот красавчик за 825 идем далее ребята здесь у нас уже рестайловый филдер 164 это полторашка это полный привод и поедет он нас город кемерово 2018 года бюджет 990 тысяч рублей но потому что у него год потому что у него состояние но и полный привод все-таки в сегменте там универсалов каких-то полноприводных кроссоверов и прочее конечно же цена повыше чем за переднеприводные версии и я вам скажу так гибрид переднеприводной но в сегменте филдеров и полный привод та же самая полторашка будет стоять стоит примерно одинаковых денег люди уже смотрят много ли у них снега выпадает и вообще но по каким-то дорожным условиям редко когда люди принимают решение не буду брать гибрид возьму лучше полный привод потому что там что-нибудь у меня нету там гибрид сервиса из того какого-то которые могут обслуживать сейчас по моему во всех городах в котором мы отправляем никто не позвонил не сказал ребят я не могу обслужить машину которую я у вас купил подскажите какое масса заливать то есть в общем все обслуживают все окей мы еще ни разу не про и машину в крас калининград ни разу нет про и поэтому если вы с калининграда будете первым придумываем какой-нибудь вам бонус подарок пойдем дальше друзья мы уже на стоянке под нашим офисом и здесь у нас 4 еще автомобиля давайте посмотрим camry это очень редкий гость в наших видео на наших стоянках это я не знаю это единственное раз за год мы продали ее camry 2 и 5 мотор 50 ничего такого то есть когда у нашего российского дилера есть двушка 2 и 5 без гибрида и camry 3 и 5 легендарная у японцев же только 2 и 5 передний привод плюс гибрид планетарная трансмиссия будет кататься на владиостоке она 2016 года бюджет миллион семьсот восемнадцать тысяч рублей но я конечно уважаю каждый выбор но за эти деньги я бы купил бы honda аккорд сер 7 и все потому что эти машины не знаю для меня они уже староватые по технологиям по дизайну и мое субъективное мнение этот чувак по камрику скажешь я люблю эту тачку и вообще мне ваши аккорды так идем дальше у нас дает все чару такой красавчик на 12 turbo плюс 4 воды через кардан поедет в город магадан 2018 года бюджет миллион пятьсот пятьдесят за эти деньги можно было купить а 18 плюс гибрид передний привод но магадан нас все-таки северный город там и лед и снег и поэтому 12 turbo на полном приводе туда вот самое она тоже редкий гость редкий гость среди наших покупок это у нас pajero mini 58 кузов поезд в город ирку с 2009 года бюджет всего лишь 435 тысяч пробег я если не ошибаюсь мы недавно изучали машину пробег 114 тысяч вот все окей сделали ты ложку масло чистенько все поменяли вот человек будет радоваться кататься по иркутску так и последняя машина у нас mark x давайте найдем ее ребята я думал мы уже отправили этот бриллиант на транспортную компанию но нет он еще стоит на нашей стоянке после обеда поедем транспортно вот этот праги кристайловый 2018 года он у нас на 2 и 8 дизельном моторе поедет в город москва вы представляете знаете какой бюджет 3 950 на моделистию кожа пневма но в общем это самый фарш и человек с москвы купил его на правом руле и будет кататься в москве класс да вы представляете вот географии насколько мышление у людей отличается от каких-то привычных мыслей что зачем правый руль в москву и видите какая разная логика у людей вот хотя за эти деньги можно было купить рестайловую двухсотку беганую по россии но человек покупает prada и многие задаются вопросом зачем надо было брать 200 либо 570 до рестайловый вот в общем как бы те деньги которые можно потратить вообще на разные машины и человек выбрал правый руль вот такого белого красавчика на моделисти на люке ай персик но и вишенка на торте это марк x это очень эпатажная тачка именно внешний вид правда колесики тут сейчас штамповочки но ничего я уверен что хозяин приведет его в боевой вид и это будет крутой рестайловый марк x на выходе ну что поедет он у нас в иркутск 2016 года 4 миллион четыреста сорок семь тысяч рублей красивая машина но тоже ушла у нас в историю пока может быть еще конечно вернется мое мнение что у нее устаревший салон но внешность у нее очень эпатажная и мне эта тачка очень импонирует как она выглядит бомба ребята все на этом видео заканчивается смотрите если вам интересны какие-либо автомобили которые были представлены в этом видео я назвал цены это цена индивидуальная за тот экземпляр который я показывал всех машин разные пробеги разные комплектации разное состояние разные курсы валют по которым оплачивали клиенты эти автомобили поэтому это не значит то что все марки x и стоят по миллион четыреста сорок они их можно купить дешевле их можно купить дороже их можно купить в эти же деньги ну что этот сериал мы будем продолжать потому что он очень популярен и как мы видим люди ориентируются по этим видосом вообще что сейчас популярно что сейчас в тренде что покупают и кстати очень интересно мне даже самому интересно читать географию куда уходят эти разные автомобили электрички гибриды turbo пушки и прочее прагики на москву блин кому расскажешь не поверят а на видосе продоз попался прям удача и сегодня встает на автовоз и поедет в столицу друзья ну что до новых встреч напишите комментарии какие то вопросы у нас все контакты будут внизу в общем пишите какие автомобили вы планируете купить там ближайший год полтора какие тренды ожидаются может быть из японии какие машины будут становиться проходными тоже будет наш все видео вот в общем ждем ваши комментарии лайк подписки на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля